И это наш видео-подкаст Киноогонь. У нас наконец-то дошли руки до того, чтобы сделать видео. Теперь будем выпускать, если сегодня всё пройдёт удачно, да, Макар? Конечно. Вот скажи мне, тема, которая была уже, в общем, давно, но до сих пор меня, вот я думаю, тебя тоже не отпускает. Оскар, вот ты сейчас отсмотрел уже, ну, более-менее все фильмы, которые были в программе. Как ты их оценил? Вот, например, лучший фильм года, «Форма воды», 10 из 10? Ну нет, 9. А вот тогда, может быть, три билборда, которые и зрителям понравились больше, и как-то прокатили их, по-моему, на премиях? Ну, я их оценил и поставил 9. А «Призрачная нить», в которой ты говорил, что она может быть даже лучше, чем все фильмы, представленные в программе, и больше заслуживает Оскара? 9. Подожди, ты вообще каким-то фильмом ставишь 10, нет? Ну, то есть, вот какой последний фильм, которому ты поставил десятку? Макар, ты, ты что сделал-то? Топ, он, к, канал, утопил, утопил, утопил. Что? Что он говорит? Может быть, он хочет, чтобы я провел топ на канале? Топ провел? А на какую тему-то? Топ 10 фильмов, которым я поставил 10. Блин, ну ладно, я его пока отвезу, ты, в общем, начинай. Да, давай так. Меня зовут Макар, и это топ 10 лучших боевиков 21 века. Прежде чем мы начнем, уточню, что фильмы вносились в топ именно за боевиковую составляющую. То есть, за то, насколько это адреналинит, будоражит, волнует, а не за общее качество. И в топе не будет комиксов, поэтому отсеклись «Кинсмен», «300 спартанцев», «Рэд» и «Грань будущего». Тему этого топа нам предложили в специальном обсуждении в группе ВКонтакте. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Заходите, предлагайте свои темы. Что ж, от слов к делу. Погнали! 10 место. Крепкий орешек 4. Нулевые для Брюса Уиллиса сложились неплохо. В этот период он сыграл несколько лучших своих ролей, а после вернулся к своему знаковому персонажу. В «Крепком орешке 4» мы видим постаревшего Джона Маклейна. Он так и не поднялся особо высоко по карьерной лестнице. У него проблемные отношения с дочерью, развод, лысая голова. Но он все так же может запустить машину по вертолету, ловко отстреляться, пошутить, чтобы остановить коллапс в стране, которой вызвали хакеры. Можно даже сказать, что фильм оказался пророческим и заговорил о киберугрозах за 10 лет до того, как о них заговорили в новостях. Верните мне мой 2007-й. Тогда не надо было вкачивать химию и носиться со щитом, чтобы разобраться с каким-то истребителем. На девятом месте «Хардкор». Первый боевик от первого лица. И сняли его у нас. По сюжету главный герой-получеловек-полуробот с амнезией пытается добраться до похитителя своей возлюбленной, по пути расчищая полчища врагов. Жестокого злодея тут играет почти неузнаваемый Данила Козловский. Напрашивается вполне справедливое сравнение с видеоигрой, ведь герой проходит разные локации, боссов, чтобы наконец добраться до развязки. Конечно, не всем этот эксперимент с GoPro покажется удачным. Ну и нафига ты ее тогда нацепил? Но нельзя отрицать, что герой раскидывает врагов на своем пути максимально зрелищно и драйвово. А их тут столько, что никакому крепкому орешку и не снилось. Среди попавших под горячую руку можно разглядеть Шнура, Бэткомедиана, Паля и многих других. Еще одна удачная четвертая часть выпала на радость другому культовому персонажу боевиков, Рэмбо. Тогда совсем недавно Сталлоне успешно вернул Рокки в Рокки Бальбоа и решил, что можно повторить. Получился крайне мрачный, депрессивный и кровавый боевик. По сюжету Рэмбо завязал с прошлым и живет в Азии. К нему обращаются доктора из команды волонтеров и отряд наемников, чтобы тот помог им найти пропавших в Бирме товарищей. Рэмбо нехотя соглашается, и в Бирме героям придется столкнуться с целой армией. Нет, не так. Целой армией придется столкнуться с Рэмбо в одной из самых жестоких сцен из современных боевиков. Через пару лет Сталлоне решил, что с друзьями делать экшен гораздо приятней. Взял формулу Рэмбо 4, добавил в нее шуток, собрал старых и новых звезд боевиков и выдал неудержимых. Ностальгия захлестнула планету и позволила сделать из этого дела франшизу. А помните, мы все любили паркур? А все началось с фильма «Тринадцатый район». Франция, 2010 год. Особо опасный район города огорожен бетонной стеной. Главный герой – местный неравнодушный Лейто. Его играет основатель паркура Давид Бель. Он пытается бороться с местными бандами. Но в один непрекрасный день злодеи похищают его сестру, да еще и закладывают в районе бомбу. В итоге главному герою и его новому знакомому полицейскому придется противопоставить свой паркур организованной преступности. Сценарий написал Люк Бессон. Тогда он в первый раз рипнул побег из Нью-Йорка, но ушел безнаказанным. Впрочем, сюжет здесь не так важен. Важнее, что все трюки поставлены без компьютерной графики, выполнены профессионалами и смотрятся зрелищно и убедительно. Позднее режиссер фильма Пьер Моррель поставит еще два культовых боевика – «Из Парижа с любовью» и «Заложница». Хотя я не люблю «Заложницу» и считаю, что это скучное кино. Я тебя найду и убью. Некоторые фильмы предопределяют карьеру актера. Как это делает фильм, который у нас на шестом месте? Перевозчик. Джейсон Стетхэм играет Фрэнка Мартина, бывшего военного и ныне перевозчика разных, часто незаконных грузов. Его правило – не менять условия сделки, никаких имен и не открывать груз. Как-то раз он замечает, что его груз живой, и это девушка. Как настоящий джентльмен, он нарушает все правила и решает помочь восстановить справедливость, много стреляя и махаясь в рукопашную. За бои в фильме отвечал хореограф из Гонконга Кори Йен. Он поставил экшен так хорошо, что Стетхэм стал неудержимым профессионалом жанра, защитником его механики, даже когда выпадает шальная карта на последнем рубеже. На пятом месте два фильма Бондианы. Экшен в Бондиане Крейга обычно на вторых ролях и служит красивым оформлением интересной истории. Но есть части, где боевиковая составляющая чуть больше, чем в остальных – это Спектр и Скайфолл. Экшен в Скайфолле часто происходит в красивых или необычных локациях, местами снят художественно, а экшен в Спектре немного другого рода – он вернулся к истокам Бондианы и часто выглядит глуповато-забавно. Не все оценили, но в целом фильму пошло на пользу и немного оттеснило глуповатый сюжет. Собственно, все знают, за что любить Бонда. Не будем здесь останавливаться. Пошли дальше. На четвертом месте шпионский боевик на стероидах Трикса. Это я не про Вина Дизеля, может быть он в натурах укачает. По сюжету он играет блогера-трюкача за 10 лет до того, как эта тема стала модной. Уходит от погонь, прыгает на машине с мостов, и именно такой лихой парень понадобился государству для выполнения опасного задания. Его отправляют в Чехию, чтобы тот вписался в банду преступников, грозящихся погрузить мир в хаос с помощью химического оружия. Кино запаслось всеми фишками боевиков старой школы и довело их до предела. Постоянные взрывы и погони на всех видах транспорта от мотоцикла до железного подноса. Тупейшие, но от этого не менее забавные уонлайнеры и песня, которая до сих пор играет у вас в качалке. Продолжение не смогли повторить крутость оригинала, но фильм остался жемчужиной в карьере Вина Дизеля. На третьем месте «Джон Уик 2». В 2014 году Киану Ривз вернулся в игру с неплохим боевиком от каскадеров «Матрицы» Джон Уик. Фильм хорошо приняли и критики, и зрители. Сиквела не пришлось ждать долго, и он превзошел оригинал во всем. Локации стали интереснее, серые дворы и заброшенные склады сменились итальянскими пейзажами и неоновыми лучами. Подпольный мир наемников расширился до мирового масштаба и получил свои правила. Экшена стало больше, и он прибавил в зрелищности, появился юмор. Приятно было снова увидеть живую хореографию в эпоху хромакеев. В сети есть ролики, где Ривз тренируется в стрельбе и в рукопашном бою. Сразу видно, что человек серьезно подошел к роли. Сюжет почти полностью избавился от сентиментальности оригинала, сосредоточился на простой истории мести и был выдержан в современных нигилистических тенденциях жанра. То есть... Да вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду. Джон Уик 2 получил заоблачные для боевика отзывы критиков и хорошо выступил в прокате. Ждем, чем закончится история. На втором месте обладатель шести премий Оскар, продуманная антиутопия, торжество визуала и при этом отличный боевик Безумный Макс, Дорога Ярости. Не того парня насильно затащили в не то место и забрали все. Макс Рокотанский объединяется с целеустремленной женщиной Фуриосой, чтобы выбраться из навязчивого путешествия по пустыне. Ему придется разобраться с фанатами Вальгалы, какими-то дикобразами, управлением грузовика, эгоизмом и спасти свой зад, человечество, угнетенных и свою машину. Режиссер все тот же Джордж Миллер, Том Харди все так же в маске. Мощнейшая постановка трюков, борьба, стрельба, копьеметание. Фильм точно обладает высокой степенью пересматриваемости. Перед первым местом посмотрим на героев, которые хорошо бьются на экране, но при этом недостаточно, чтобы пробиться в этот топ. Первое место. Рейд. Молодой английский режиссер Гаррет Эванс поехал в Индонезию и за две копейки снял один из самых лютых боевиков 21 века. Многоэтажный дом. Глава преступного сообщества на последнем этаже. Внутрь входит отряд спецназа. Сразу завязывается перестрелка, а когда патроны заканчиваются, героям приходится вручную пробивать свой путь наверх. Полтора часа завораживающей боевой хореографии. Почти все актеры фильма владеют боевыми искусствами. Это, собственно, исключает возможность снять удачный голливудский ремейк, который давно планируется. Вот кто там может? Джейсон Стэдхэм? Киану Ривз? Давайте сравним скорость. Очень скоро вышла и вторая часть. В ней стало больше сюжета. Герой первой части становится двойным агентом и пытается развалить мафию изнутри. Драки завязываются чуть пореже, но они стали гораздо более масштабные и изобретательные. Стало больше противников боссов. Добавился очень черный юмор. Помимо боев есть одна из лучших автомобильных погонь за последнее время. Подчеркнуто все это интересным дизайном локации и отличной операторской работой. Обе части довольно хардкорные и могут не всем понравиться, но это не отменяет того, что они стали сильнейшим проявлением жанра в наше время. Друзья, у вас, наверное, есть вопрос, который давно назрел в этом топе. Где действительно лучший боевик 21 века миссия невыполнима? Все дело в том, что Макар хейтер этого фильма. И отвечая на ваш вопрос, где же миссия невыполнима, я могу сказать только одно. Тут. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, оставляйте комментарии. Увидимся когда-нибудь. А ты вообще посмотрел? С моей высоты-то вы вообще попадаете в кадр? Ну я настроил, когда я ее вниз на кадр. Ага. Короче. Короче, смотри, сейчас. Что ж такое? Все, все падает. Меня зовут Макар, и это ТОП-10-20. Это ТОП-10.